Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Рада вас приветствовать сегодня на уроке русского языка на уроке открытия новых знаний. А за какими знаниями вы сегодня пришли, узнаете сегодня на уроке русского языка нашего, который продолжит тему «Однородные члены предложения». Сейчас сядут те, у кого сегодня хорошее настроение. У всех на вашем настроении замечательно. Я думаю, что оно сохранится у вас до конца урока и даже, наверное, еще лучше. Надеюсь на это. Итак, открываем кетрадочки, записываем число. 1 февраля классная работа. Здравствуйте! Первый февраля классная работа. Пишем аккуратно, стараемся, красиво. Приписываем о себе правильно, не забываем. Спинка прямая, расстояние глаз применяем. Не забываем правильную кетрадочку. То есть на полном положении. Я от вас, друзья, не скрою ручки. Вот так делаю, да? Правильно, расстояние глаз применяем. На полном положении. Следите за своими осадками и письмами. Итак, мы с вами начали изучать кепу «Обнородные члены предложения». Давайте сегодня вспомним, а что мы узнали о них? Что мы называем «Однородными членами предложения»? Аня, пожалуйста. «Однородные члены предложения» — это слова, которые отвечают на один и тот же вопрос, являются одной и той же частью речи и относятся к одному и тому же раз. Верно. Так, есть еще дополнения? Отвечают на один и тот же вопрос, являются одной частью речи, зависят от одного и того же слова. Полина, что хотела бы добавить? Они могут быть главными и второстепенными членами предложения. Верно. То есть «Однородными» могут быть как главные, так и второстепенные члены предложения. Так, и еще мы с вами изучили второстепенные члены предложения. И главные знания. Так вот, что еще мы можем добавить? В предложении чем являются однородные члены предложения? То есть они могут быть главными и второстепенными, но они всегда будут... Вот может, могут быть однородные члены предложения одно дополнением, другое обстоятельство? Нет. Так, давай, давай, сделаем его, то они в предложении являются чем? Одним и тем же члены предложения. Да, вполне. Одним и тем же члены предложения. Итак, давайте сейчас немножко вспомним мы с вами, что такое подлежащее сказуемое. Дальше. Дальше. Дополнение, определение и обстоятельства это... Дальше. 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 Сейчас, ребята, вам нужно будет прочитать внимательное предложение и составить их схемы. Это предложение с однородными членами предложения. Давайте вспомним, когда, при каком условии ставятся знаки предпринимателей в данном предложении, а когда не ставятся. Вы дома повторяли? Значит, первое предложение. Ставим в медрадочках цепной гир и разошел, составляем в схеме предложения. Мы желаем всем нашими мира, счастья и тепла. Так, для того, чтобы правильно в схеме обозначить главный или какой из второстепенных предложений, или какими из второстепенных является однородные члены предложения, у вас есть таблички. Можете ими воспользоваться ставочными диалами, которые у вас есть табличка. Что это? Дополнение определения обстоятельства или подлежащее исказовым имя. Составляем схему данных предложений. Можете друг с другом вас обещаться, свериться, если что-то у вас не получается, или сомневаетесь в чем-то. Можете сравнить схему друг у друга, как составить их. Так, дальше, пожалуйста, первую схему на доске нарисовать. Размернем и так на доске включить схему первого предложения. А мы проверяем, вверхом мы выполнили это задание или нет. Мы желаем всем на свете мира, счастья и тепла. Так, хорошо, прошло. Отдавите в строке, посмотрите, ребята, есть замечания? Да. Восклицательный знак уточняет Аня, да. Вот внимательно, в конце предложений тоже важно правильно распределять знаки. Предложений стоит восклицательный знак. Спасибо, Аня. Хорошо, хорошо. Дальше, следующее предложение. Зазнайство не возражает, а унижает. Сразу же подумали, да, о чем это пословице, поставим в стену. Так, ну, пожалуйста, кто желает составить в стену, если рецепт надо быстрее. Будьте внимательны, какой союз встретился здесь. Угу. Какое ещеное предложение здесь является однородным? Сказали, Майкен. Спасибо, Аксюша. Следующее предложение. Синие цеснегири и свиристели – это зимующие птицы. Будьте внимательны здесь в этом предложении. Со знаком, Ивана, не забывай. Работать с полиной правилом постановки. Так. Дальше заставим, пожалуйста. Так, и сразу же думаем на четвертой схеме. Снежной шапкой покрыли в лесу и ели, и сосны, и березы. Так, отойди, Даша, пожалуйста, в сторону. Ну, ребята, посмотрите. Даша, кроме запятой, здесь поставила еще знак тире. Даша, объясни, пожалуйста, почему здесь должно стоять тире? Потому что синицы, свиристели, синицы, свиристели, просто объясняются, кто это. Кто это? Значит, здесь у нас сказуемое выражено чем? Сказуемое здесь в этом существительном. В существительном и влюбительном падеже. В данном случае мы в предложении ставим знак тире. Верно, Даша, молодец, что увидела. Так, и последнее предложение. Так, Ксюша уже выходила, пусть я пошел, Стализа. Составьте свое предложение, спасибо. То есть обратите внимание, ребята, еще раз на то, почему важно видеть однородные члены предложения. И ели, и слосы, и березы. Однородные члены предложения выделили из союза. Посмотрите, здесь встретился союз И. Почему здесь, Лиза, ты поставила запятые? Просто... Какой это союз у нас встретился? Если повторяется в первый раз, то... То есть здесь повторяющийся союз И. Хорошо, спасибо, Лиза. Итак, мы с вами вспомнили, ребята, как нужно правильно вставлять знаки предназначения, в каких случаях ставятся знаки предназначения в предложениях с однородными членами предложения. Ну, вроде бы, мы все знаем. Но ведь не зря мы с вами в пятом классе снова начали изучать новую тему. Мы с вами прекрасно знаем, что что-то новое должно у нас сегодня быть. Что-то новое мы должны узнать, связанное с однородными членами предложения. Итак, я вам предлагаю сейчас просчитать слова, ряд слов, да? Продолжите, пожалуйста, этот ряд слов. Гвоздейки на цвесе, в осеньке, ванчики, ромашки. Продолжите этот ряд слов. Какие еще слова вы можете назвать в этом же ряду? Так, маки, тюльпаны. Хорошо, а что это вы назвали сейчас, ребята? Это цветы, верно, это цветы. То есть мы можем сказать одним словом то, что мы сейчас слова прочитали. Это цветы. Так, дальше. Значит, слово цветы, которое мы с вами называли, значит, вмещает в себе слово. И гвоздейки, и в осеньке, и ромашки, и тюльпанчики. То есть это слово как общий домик для этих слов. Дальше, следующее, группу слов прочитали. И скажите, а для этих слов какое слово будет общее? Так, Влад, пожалуйста. Это посуда, верно. Тоже общий домик, да? Для этих слов. Следующее слово. Снеги, синицы, сторога, ласточка, дятел. Даша, это птицы. А ребята, скажите, какое слово здесь лишнее? Среди птиц. Какое лишнее? Амар, как ты считаешь? Так. Дядя. Дядя. Дядя, он почему дядя у лишнего? Так, то есть ты руку поднял, пока еще не подумал. Давай подумай немножечко еще. Так, Мастер, как ты считаешь? Слово синие. Так, почему синие? Потому что она улетает. Что? Ну, улетает, конечно. Так. А вот мы сейчас и посмотрим, как вы знаете биологию и природовение изначально школы. Так? Сорока. Сорока. Потому что она одна не улетает. Одна не улетает. Так. Даша, а ты как думаешь? Ласточка почему? Почему? Потому что во всех словах безударные властные находятся в корне, а у ласточки безударные властные находятся в корне. А здесь совершенно тоже в корне. Ты обратила внимание уже на безударные властные, которые выделены в этих словах. Но давайте все-таки подумаем, какое слово здесь лишнее. Ласточка. Ласточка почему, Саша? Потому что она улетает. Конечно, ребятки. Вот посмотрите, как важно знать, да? Значит, знания по окружающему миру победы нам сегодня пригодились здесь. Верно, Саша? Ласточка это перелетная птица, а остальные птицы у нас называются как зимующие. Так, хорошо. Составьте, пожалуйста, ребята, предложение вот по этой фотографии так, чтобы в предложении были использованы однородные члены. Так, думаем. Какие птицы мы видим здесь сидят? Снегири, снегири, снегири. Так, снегири, воробьи. Ну, это идет о снегири, только снятые группы это самцы снегирят, а рядом самочки снегирят. Так, пожалуйста, кто составит красивое предложение из двух однородных членов предложения? Думаем? Вы что? Да. На кормушке все ели снегири и воробьи, так? Другой вариант предложения какой может быть? Слушай, а ты сиди на кормушку. Так, зимующие птицы сели на кормушку. Какое условие не выполняется в этом предложении? Там нету было. Верно, Гимаса, не херно. Хорошее предложение, но однородные члены предложения здесь не присутствуют. Так, думай. Слушай, как вам нужно еще? Лиза? Белые и красные снегири. Белые и красные снегири. Белые и красные снегири. Так, дальше еще какое вариант предложения, думаю. Так, покажу. Снегири, снегири, и воробьи, сели на кормушку, чтобы кормить елочки. Так, хорошо. Добавиваю еще, да, предложение. То есть, ребятки, посмотрите, многие птицы сейчас нуждаются в том, чтобы их выкормить, да? Потому что холодные, холодные, и зимой становится. Так, значит, сегодня мы с вами, ребята, узнаем много еще нового с вами о растениях и птицах, о морях и островах, а также об интересных путешествиях. Мы можем всегда узнать из учебника, так? Из книги. Из книги. Или из учебника, сказал, пожалуйста. Дима, верно, ребята? Сегодня мы с вами обратимся к Ее Ревичеству книги. Давайте прочитаем фразу, которая дала у нас. Катя, пожалуйста. Книга «Наш советчик» и путь. Ребята, а я считаю, что некоторые книги могут даже заменить учителя на уроке. Не совсем, но на некоторое время. Это какие книги? Например, учебник русского языка. Например, учебник русского языка. Может вам дать совет или может чему-то научить. Давайте обратимся к учебнику. Найдите, пожалуйста, в учебниках параграф на странице 174, параграф 61. Вот что же наш советчик и друг сегодня вам расскажет нового от однородных членов предложения. Прочтите внимательно содержание параграфа и подготовьте своим одноклассникам три вопроса по его содержанию, чтобы проверить, а как они поняли, о чем прочитали. Так, две минутки на внимательное члене параграфа. Страница 184. Одноклассникам. Даша уже приготовила вопрос. Так, хорошо. Думчиво, внимательно вчитываемся, чтобы смогли ответить на вопросы. Итак, пожалуйста, Даша, какой вопрос? Как обозначается обобщающая слово? Так, как обозначается, а предваряем ли этот вопрос, какой все-таки должен вопросить? То есть, ты сейчас произнесла новое слово, которое мы еще не знаем. То есть, какой вопрос здесь вначале напрашивается? Что такое обобщающие слова? Что такое обобщающие слова? Вот, ребята, мы сейчас с вами рассматривали этот быт слов. Я их записала. Цветы, посуды, пиццы, города, инструменты. Так вот, это что такое? И спрашивая, Людмаша, что такое обобщающие слова? Так, Ксюша, то есть, это слово, которое называет общее название предметов. Мы перечисляем несколько предметов, а одно слово их обобщает, делать общим. Своё значение включает несколько отдельных предметов. Итак, обобщающие слова влезними. Дальше. Даша задает вопрос. Повтори, пожалуйста. Как обозначаются в схеме предложения обобщающие слова? Так. Кто готов ответить на этот вопрос? Саша? Как обозначаются обобщающие слова? Обобщающие слова обозначаются обобщающие слова. Я просила внимания и начитать параграф. Дима, мам, а ты? Они обозначаются для дольщины. Так, немножечко, не в дом. Так. Пожалуйста. То есть обобщающие слова мы будем не только кружком обозначать, но и необычным кружком. И она будет у нас по размеру больше, да? И внутри него будет стоять буква О. И мы условно уже понимать будем с вами в схеме, что это имеется в виду обобщающее слово. Верно, ребята? То есть вот те слова и названия предметов, которые мы с вами сейчас видим, это и есть обобщающие слова. Так. Сейчас еще один вопрос. Пожалуйста, Катя. Какой вопрос ты бы хотела задать? Какой знак останется после обобщающего слова? После обобщающего слова? Так. Ксюша? Двоеточие. Двоеточие. Так. Еще вопрос? Ну вот здесь мы уже подошли с вами к расстановке знаков препинания. Давайте сейчас подумаем, а как мы составим схему, общую схему для всех предложений с однородными членами предложения, в которых есть обобщающее слово. Вот я вам предлагаю сейчас, ребята, подумать, посовещаться друг с другом и составить схемы предложений и расставить знаки препинания, те, которые необходимы между обобщающим словом и однородным членом предложения. Пожалуйста. Так. Посмотрите в учебнике. Как они обозначены? Значит, знаки препинания. Вот здесь у меня есть на доске обобщающие слова. Давайте мы составим общие схемы для таких предложений, которые мы будем использовать. Так, Полина, пожалуйста, первую схему. Так. Иди, пожалуйста, помогай, Полине. С какими знаками идем работать? Итак, первая ситуация, когда обобщающее слово стоит у нас где? Перед однородными членами предложения. Пожалуйста, какой знак поставим? Так, вот сюда, Полина, пожалуйста. Вот в предложении у нас будет обобщающее слово. И так же в схемах мы будем показывать. И знаки, пожалуйста, Ваня, помогаем. Какие знаки поставим? Нет, обобщающим словом и однородными членами предложения. Так. Какое? Если стоит в начале? Две точки. Две точки быстренько берем. Так. И дальше идет у нас еще три однородные члены предложения. Так, двое точки появилось. Ну и Ваня со знаками дальше вместе спальня. Чтобы у нас схема предложения. Здесь больше никакие знаки не нужны? Так, быстрее. Так, запятая. Так, быстрее. Запятая. И черно. Не забываем в схеме часто выпускаете точку ставить в конце предложения. Хорошо. Вот это первая схема. Спасибо, ребята, садитесь. Вторую схему. Так, Даша, пожалуйста, и Саше ей помогает. Вторую. Второй вариант. Постановка изнат-подвинами, когда обобщающий слов, стоит после однородных членов предложения. Так. И со знаками разбираемся. И запоминаем. Так, Даша быстренько тоже помогает мне вместе. Саше. Немножечко подальше сделаем, чтобы этот знак у нас вошел. Еще одна запятая. Так, ну и точка здесь немножечко нужна. То есть это вот вторая будет схема, с которой мы с вами будем работать сегодня. Находить их предложения, соответствующие таким схемам, которые нужно правильно вставить знаки прибинания. Итак, вот про это мы уже знали. Это у нас новые знаки появились между однородными членами предложения. Хорошо, спасибо. Итак, снова обращаемся с вами. С вами советуем. Снова книга. Чистых радостей, светлых ископ. Закрепление счастливого книга. Лучший друг, если ты одинок. Это книга. Да, здравствует книга. Сейчас вы, ребята, прочитаете текст, который также нам рассказывает о том, а что такое книга в жизни человека. Это упражнение у вас дано в учебнике 488. Подготовьте, пожалуйста, выразительные чтения данных стихов. Данных текстов. Прочитайте внимательно. Что полезного вы для себя возьмётесь, прочитав этот текст? И не забываем, когда мы готовим выразительное чтение, то однородные члены предложений, встречающиеся в предложениях у нас, читаются с интонацией перечисления. Об этом мы помним. Продолжение следует... Продолжение следует... Пожалуйста, прочитайте и выразительные ваши книги. Пожалуйста, ребята. Книга «Наш свечек и друг». Из книг у неё много интересного. Над созданием их трудятся писатели, художники, печатники. Труд их важен и почётен. Помни об этом и береги книгу. Умная книга научит тебя много доброте, честности, справедливости. Старайся читать разные книги, фантастику, приключенческую, литературу, книги о путешествиях и открытиях. Так, какую главную мысль вы для себя здесь отметили? Какое предложение для вас показалось наиболее важное, что говорится о воле книги? Так, Руслана, пожалуйста. Помни об этом и береги книги. Береги книги. Важно это для нас? Конечно. Бережное отношение к книгам должно быть у нас. Так. А, Дима, ты как считаешь, для тебя наиболее важным какое показалось предложение о книге? Для создания их трудятся читатели, художники, печатники. Второе. То есть ты для себя отметил, что книга, это не просто листочки сшитые, да? Это труд многих людей. То есть над её созданием, посмотрите, сколько людей в разных профессиях трудились, чтобы у нас на нас там лежали красочные, умные книги. Так, Саша, ты что для себя отметил из книги? Узнаём, кого вы интересны. Так. То есть мы ещё раз подтверждаем эту мысль, да? Что книга, это неиссякаемый источник знаний. Хорошо. Молодцы. Я думаю, каждый про себя подумает, что такое книга и туны. Все мы будем с вами с удовольствием, с увлечением читать книги. А сейчас мы немножечко отдохнём. Стали, пожалуйста. Пошли. И к нам выйдет снова приходит наш знакомый, с которым мы будем делать зарядку. Привет. Ну что, разомнёмся? Идём на месте. Раз, два. Раз, два. Шире шаг. Раз, два. Раз, два. Остановились. Потянулись. И выполним наклоны головой. В одну сторону. Раз, два. В другую. Раз, два. Ещё. Раз, два. Молодцы. Раз, два. А теперь, не поворачивая голову, глазками посмотрим вправо-влево. Право-влево. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Помогаем. А сейчас вверх-вниз. Вверх-вниз. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Помогали-поворгали глазками. Хорошо. Зажмут все глазки. Раз, два, три. Откройте и посмотрим вдаль. Ещё зажмурим. Раз, два. Три. И смотрим вдаль. А теперь немножко потанцуем. Дальше, спасибо тебе. Значит, вы взнули. Дальше, работайте не только головинами и руками. Мы с обыкнулись. Сейчас новую неделю приступаем с вами к работе. Но прежде чем мы с вами будем работать с предложениями, в которых встретятся однородные члены с обобщающими словами, мы должны с вами подумать, а как предложения мы будем их находить. То есть какая-то определенная выследовательность действия у нас должна быть. Давайте подумаем. Вот у нас есть предложение. Например, я вам даю задание выделить однородные члены предложения, найти обобщающее слово и оставить знаки при динаме. Что вы будете в самом начале делать? Так. Так. Сначала мы что делаем? Открыли, например, объединение. Сначала внимательно прочитали предложение. Дальше Вера предлагает найти грамматическую основу. Дальше что? Найти что потом? Находим. Нашли слово, теперь находим? Обобщающее. Однородные члены предложения. Дальше смотрим. Следующий шаг. Обобщающее. Есть ли в этом предложении обобщающее слово? Следующий шаг. Сразу будем ставить? Нет. Посмотрите еще раз на схему. Что следующим шагом у нас будет? Наше ли обобщающее слово? Оно есть. Что мы дальше смотрим? На что? Обращаем внимание. Катя? Расставить знаки при динаме. Расставить знаки при динаме. Расставить знаки при динаме. Важно это? Расставить знаки при динаме. Расставить знаки при динаме. Расставить знаки при динаме. И встретилась у нас связанной с нашей темой однородные члены предложения. Каково оно по структуре? path for видео? Важно? Да. Расставить знаки при динаме. И вот и немножечко. Значит, на стенках, ребята, мы будем его выделять два один кругочка, вот таким образом. Так, теперь смотрим, какую позицию занимает обобщающее слово. Она стоит перед однородными членами предложения или после него? Стоит после однородных членов предложения. Согласна, Даша? Нет, нет. Ну, кому, конечно, ты же сама правительность взяла. Впереди стоит. Следовательно, определяемся со знаком прединаний. Если обобщающее слово стоит у нас перед однородными членами предложения, растянули, ставим в веточие. Схема данного предложения на четверг, это у нас есть. Обобщающим словом также, ребята, могут быть и такие местоимения, и слова «все, всюду», «ни то», «ни что». Т.е. мы тоже должны их находить в предложениях людей. Ну, вот, например, предложения, которые, как бы, все вверху слушаются. Все вверху слушаются, все вверху. А сейчас, ребята, домашние задания. Я вам предлагаю самим придумать домашние задания, связанные с этой темой. Как вы думаете, вот как можно вам еще лучше запомнить, еще лучше закрепить эту тему, и интересно, чтобы вам было выполнять эту работу не только то, что я сказала, а потому что вам это будет интересно. Пожалуйста, какие варианты домашней работы? Ваня. Я хочу предложить предложение с обучающими словами в учебнике. В учебнике литературы? Замечательно. То есть это у тебя получится своеобразная исследовательская работа. Найдешь предложение в литературе. Замечательно. Даша. Я создала литературу. Составишь предложение. Какие? Предложение, если обучающиеся. Вот с этими схемками, да, с обобщающим. Сама постараешься придумать, составить. Хорошо. Так. Еще какие у вас варианты? Можете вы тоже так же определить для себя, как Ваня, как Даша, что вам будет интереснее выполнить. Ну, а если кто-то не определился, найдите в учебнике упражнение, которое, на ваш взгляд, поможет вам запрепить это правило. Найдите сами. Так. Откройте дневнички и запишите домашнее задание. Я думаю, они могут все будут разные. И мне будет интересно посмотреть, а как вы с ним справились. И что интересного было при выполнении домашних заданий. Быстрее-то записали. Записали предложение. Или записали предложение. Или составили схему. Так. Записали. Приготовились. Приготовились к концу урока. И как? Вы в начале урока сказали, что у вас было хорошее настроение. А поднимите и скажите еще, что у вас было хорошее настроение было. Вот так. У кого такое настроение? Так. Замечательно. Так. И сейчас, ребята, вы выходите из кабинета и даете мне высочки, на которых вы отметили свои ответы. И скажите мне одно слово по себе.